hello everybody hi my students hello friends с великим праздником никола угодник санта клаус санта николаус и все такое прочее это самый главный праздник ну у нас тоже будет этот была сегодня ария варяшков гостя в гостином дворе он значит отвечал на вопросы значит зрителей корреспондентов разных всяких газет и на протяжении четырех часов не меняя памперса значит ловко врал ну как ловко и грубо геббельс даже покраснел бы как он врал вообще-то я не буду все это вообще смешно самого начала было когда он начал вот грето тумбер лето тумберка я маленький такой вот природа вот погода вот видите же ну что я могу сделать я же маленький такой а вот если там а если там осядет другой это же у нас будет это чего же будет ну райкин как ракет 1 у него вступление так погода как всегда в лондоне же они о погоде говорят но он как английский агент тут и говорит которым в карете катала елизавета 2 вот этот агент значит следующую дальше песню спел ведь он же знает прекрасно что ну не он а кто вот дергать за него эти и мы сейчас не для не не его изучать потому что это уже такая мелкая фигура у нас важные вопросы протоколы сионских мудрецов мы на них учимся и мы сейчас в свете протокола десятого мы посмотрим на вот это все выступление как говорится дешевый дешевый но зеленский конечно по лучшему выступил здесь на чем основано по каким критериям мы судить об эффективности вот этого президента можем критерий простой повышение уровня жизни народа он признал что что она падает на протяжении уже многих лет падает и она стала гораздо хуже чем при советской власти да дали он а дальше подмена причин причина в чем причин он видит в том что значит сокращение производительность труда но эту мантру взял с кпсс там все время говорилось о повышении производительность труда потому что надо было набивать фонда общественного потребления которые были партийные бонзы это мы знаем здесь та же самая мантра но уже бенефициары другие не партийные боссы а оригархи которые по вот этому кооперативу озера состоят в окружении вот этого как говорится кучка который вокруг глубянки сформировался пчеловод там сформировал вокруг этого всю банковскую систему это вот таким образом то есть у нас низкая производительность труда но это ложь он он сам же расписался что ложь он впереди сказал что при советской власти и всех как говорится наших дыр за границу перло 600 миллионов тонн грузов всяких 600 миллионов это при населении 300 миллионов человек почти 280 а сейчас при населении допустим но они преувеличили 140 там с иммигрантами 140 миллион человек у нас из наших всех дыр за границу вылезает уже миллиард сто пятьдесят он сказал тонн грузов так значит соответственно вы получили ну даже по тем же ценам больше чем в два раза больше дешевле правильно от этого всего вывоза при этом значит еще говорится о чем что население у нас уменьшил два раза значит и того мы считаем простая арифметика производительность труда у нас возросла во сколько раз четыре как минимум раза при советской власти как он говорит вот плохо было плохо а мы занимали по уровню жизни второе место в мире второе место и все страны капиталистические включая такие как швеции норвегии даже швейцарии все все завидовали нам потому что у нас вообще не было нищеты и безработицы не было нищеты и безработицы второе место и первые сша вообще там уже волнение страна распадалась из-за зависти советскому и надо было обрушать советский союз как был обрушен советский союз наш гарант с гордостью сказал что он вышел из лубянки как там было хорошо как их вот там старичок какой-то расстрелил это за все дела за их нехорошие и они его очень боялись ну жаль такого старичка сейчас нет там вот он правильно определил что партия стала трещать изнутри а кто этот треск создал то вот эти шпионы их не из лубянки кто андропов начинай до андрёпов вот это а до андрёпов и кто еще там создал будь что все это все а вакуум его вот эти ежовы ягоды это хорошие были люди да а кто еще дальше то был после андрёпов а там были тоже вообще предатели какие-то там крючковы которые вообще советской власть предали задача еще дзержинский же тоже был враг советской власти он же за абсолютную власть чека чтобы чека руководила страной но вот они добились они партию разрушили изнутри это они и путина разрушили и добились и что они сейчас пожинают что народ стал жить хуже и народа стало меньше второй ключевой момент это мы производится туда мы решили да что это ложь сплошная и и ложь квадрате второй момент уменьшение численности он признал то что у нас уменьшил численность но он не говорил что сначала в управлении каждый год по миллиону человек уменьшался по миллиону сначала его правление именно об этом молчу но то что вот этот год там несмотря на вот эти меры там материнские капиталы все такое прочее на вот эти подачки вот ну все равно уменьшается но как объяснил опять же подмена при подмена причин значит причину назвал что это вещи вот рожали в сорок третьем году рожали мало народу рожался в войну до рожала при этом значит война унесла 20 миллионов человек унесла а к сорок а к пятидесят третьему году ко дню отравлений сталина численность населения восстановилась и уже превысила до военной за семь лет как-то семь лет да ну со дня правления путин прошел 20 лет уже 20 лет а очистенности ли геометрически значит правильно тоже здесь не соврал что это по плану делается то есть предвиденный но причина в том что это план выполняется какой течер горбачев ельцин путин вот этот план он выполняет он идет от течер и от гарвардского проекта он его выполняет прикрывает его выполнение как говорится свои фигуры которые чисто марионеточны как мы увидим из десятого протокола который мы сейчас будем изучать вот эти два ключевых момента и самый смешной то что потом они дали эти значит режиссеры этого спектакля вот этого дали слову вот этому армянину известному который придумал десяти пальцевый метод печати вот я же предлагаю вот я же всех обучаю как может десятью пальцами тут мозги вправлять вам через печатную машину это они называют трудом производительность труда до производительность труда то вот она дальше знать про сельское хозяйство еще важный тоже момент сельское хозяйство у нас возросло импортозамещение все такое прочее и мы начали на десятки миллиардов на десятки миллиардов 40 миллиардов что получили прибыль за счет экспорта сельхозпродукции но это правильно потому что если ты уменьшаешь численность населения а посевные площади сохраняются и расширяются то ты получаешь лишние продукции потому что на каждого человека положено одну тонну зерна если ты уменьшил вот да допустим полмиллиона человек за счет уже полмиллиона тонн у тебя зерна можно продать полмиллиона тонн 500 тысяч тонн вот отсюда и доход то есть пока доход у тебя похоронной мафии принесла и плюс то зерно ты продал который должны съесть были эти люди и дальше значит все эти оправдания насчет того что вот там объективные причины что где-то там кто-то и это таких-то возрастов не это все это пустые слова после войны у нас представили население возросло и при всех этих негативов как он ругал ленина и сталина недавно оружие не на поругал то он здесь вот злобным голосом начали неправильно геополитику убил а вот создал партию неправильно но правильно партия партии была неправильно потому что руководили ее уже за границей, после отравления Сталина, за границей руководили этой партией. Андреповы. Вот таким образом. То есть, ложь на ложь, и 4 часа сплошной лжи. Ну, остальное все это там, побрякушки все эти, они в СМИ, он просто повторял, как попугай, то, что ранее было сказано в этих цедульках, которые писали вот Суркову ему, и всякие гебельсы там, который пропагандоний в этом, страна пропагандония. Ну, не в этом дело. То есть, мы видим, что вопросы задавали не женщины, потому что уже мужики уже как-то противно это видно, что уже надоело все это говорили. 15 лет одно и то же, и 15 лет все у нас еще производительность труда, как определить можно? Число миллиардеров долларов у нас возросло, вот на сколько? А доходы их на сколько возросли? Это, если производительность труда упала, то у них, соответственно, доходы были бы меньше. И введен был прогрессивный налог на них, правильно? А у нас, значит, производительность труда растет, раз у них, это, кубушки-то эти, офшоры-то растут, правильно? То есть, ложь производительность труда, а это самое главное. И этот критерий, он, можно сказать, интегральный, уровень жизни трудящихся. То есть, 20 лет он грабил народ. Вся его шайка грабила народ. Что привело к уменьшению численности и сокращению численности вселения и, значит, уровня их жизни, уменьшения уровня жизни. Ну, это было так представлено, что это вроде как бы, вот тут, говорится, Тумблер виноват, ось земли, трутся об ось медведей, крутится земля, да, на один градус, если она повернулась, то уже что-то будет, это будет. Во всех странах это все, а уровень жизни нормальный, да. Никто ни на что не ссылается, на какую природу. Если ты сослался на природу, значит, ты никуда не годный президент, правильно? Это так и есть. Потому что у всех природа. В Америке вон какие пожары, в Австралии, а народ живет ничего нормального. Вот таким образом. Значит, протокол 10. Мы читаем, это протокол северских мудрецов, очень важный как раз приложение вот к этому совещанию, которое сегодня было, и как называется, сборище вопросов. Квешчин и Ансвер. Квешчин и Ансвер. Вот таким образом. Протокол 10. Значит, какие там лозунги. В 10 протоколе важность северских мудрецов, сейчас мы увидим, что все выполняется, как они написали. Правительство и народы должны довольствоваться показной, показухой, в общем. чтобы у них некогда было разглядывать подкладку вещей. И для них важнее развлекуха, поездки, встречи, сборища, спортивные состязания. И это важно знать для анализа разделения властей. мы видим, что в основном жизнь президента состоится из встреч, поездок, болтаний и, как говорится, всяких корпоративщиков. И отмечаний всяких праздников, сидений на трибунах, и все такое прочее. То есть, видно, что это показуха, правильно? Это человек до мебели. Ну, как фигур Дед Мороз, вот переставим туда, и вот у нас есть Дед Мороз, это такая же фигура и президент. Это важно знать для анализа разделения властей, свободы слова, религии, ассоциации, равенства перед законом, налога, скрытого налога, и обратной силы закона. Эти вопросы прямо и открыто для народа нельзя никогда касаться. Касался он этих вопросов в предконференции? Нет. Дальше. Просто заявлять о них без подробностей, это можно, пожалуйста. Ну, то есть, у нас есть свобода, вот, пожалуйста, вопросы задавай, я отвечаю, все заготовлено заранее, все заготовлено. Это дает нам свободу действия. То есть, когда народ не в курсе, а вот подкладки вещей-то неизвестно, поэтому мы можем свободно действовать. А как? Народ обожает подлость и наглость, насилие и величие нахальности, нахальства. мы привлечем все нации к работе по возведению нового фундамента здания, которое уже нами спроектировано. поэтому мы должны запастись и заручиться мощью духа, бесшабастой удалью, они в лице наших деятелей сломят все препятствия на нашем пути. А помните, что Байс, что говорил при прихватизации? Побольше наглости. Он откровенно сказал. Ребята, побольше наглости. Все. То есть это протокол десятый, лозунг второй. Лозунг третий. Масонский госпереворот. Сразу после него скажем народам, все, что ужасно плохо, все было. Ну вот, Сталин был плохой, как он сейчас марионетка заявлял. Все, что ужасно плохо, все и страдались при Сталине, при Хрущеве, там, при Брежневе. Но мы вам все дадим. Как это либерация, так нам все мы обещали. Вот мы сейчас вас ограбим, вклады все, но потом это, как говорится, шоковая будет терапия, это же терапия, шоковая. Народа не убьем, но он сам помнит. Вот. Тогда нас вознесут на руках. Ну так и было. Вознесли их на руках, значит, разрешили расстрелять избранные народный парламент, разрешили забыть референдум по стране СССР, разрешили Беловежские соглашения, а голосование будет орудие в нашем воцарении. Вот он, пожалуйста, голосование. Мы же все время говорим, что голосование это, ну и сами они же признают, кто, говорит, выиграет от голосования, кто-то считает голоса. Это откровенно та же самая марионетка говорит. Хаббатская марионетка, да? Приучать ему даже самых мелких единиц человечества. Да уже 16 лет можно голосовать, 14 паспорта и все на их на выбор нагонять, чтобы вот эту вот слепую массу туда поставить и сказать, ух, сколько вы проголосовали и все за. А кто считает учителя, которые продажные, да? Четвертый лозунг. Всеобщим голосованием надо провести, да, надо провести всех к голосованию, без различных классов, цензов, чтобы установить абсолютно, ну, диктатуру абсолютного большинства. То есть, тем самым создается как бы легитимность вот этой вот марионетчатой власти. Пятый лозунг. Мы сломаем значение Гоевской семьи. Вот оно сейчас ломается, вот это влезание внутрь семьи через якобы, как говорится, прогрессивные законы о семейном насилии. И это постепенно внедряется. Сейчас уже внедрю закон, что может, пожалуйста, полиция может любую дверь открыть и зайти туда. Есть там жильцы, нет жильцов. В любое время, в любой момент, пожалуй, закон такой есть уже, да? мы дадим выпить значительным личностям. Да, не дадим выпиться. То есть, вот это большинство, если выпить тебя сразу по шапке, по шапке. Вот пример Слушковым, да? Он был все время хозяйским, был на вторых ролях, и тут вдруг он полез в большую политику, начал Горбачева критиковать. Чем он закончился? Деревянным закрытым ящиком. Что они там в Германии с ним сделали? Правильно? Потому что это одна система-то. Германское его это правительство, и кремлевское сейчас все заодно, и лондонское. Это одна и та же, потому что рапный галерок, он сам признает, что он рапы к ней. Поэтому он поехал лечиться, куда он? К Менгеле пошел, поехал лечиться. Ну, в закрытом гробу. Не дадим мы выпить со значительным личностям, не даже показаться. Этим мы создадим слепую мощь, которая никуда без нас. То есть именно, чтобы не было других личностей, которые вели бы эту слепую массу, вот как Навальный, допустим. И мы даже вот Навального будем, через Навального тоже будем создавать поток туда. Мы отучать людей от этого выпячивающегося человека. дубинками, 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 тюрьмами, штрафами и все такое прочее. Шестой лозунг. Лидеры масонства будут поставлены у нас в такое положение, что от них будут ждать подачек и благ. Вот, пожалуйста, у нас вот деньги раздают жирик. По всякому поводу там потолок потек, Путину пишут. Это благодетель тоже масон. Ну и там вот есть еще такие помельче, Богданова там и вот этот, кто еще там, Богданов, вот такой усатенький там есть тоже, тоже он масон, тоже он все критикует, но так критикует уже 20 лет одной тоже. Седьмое. Гениальный руководитель масонства. То есть должен быть подобен такой человек, план действий в его голове и в одной голове должен сформироваться этот план. Из его головы должен выйти готовый план управления. План можно, как говорится, ведать, но так, чтобы не нарушать его гениальность этого плана. и он должен быть известен очень ограниченным кругу лиц, ну, скажем, вот этой вот озерной команде. Ну, также вот этот план выполнял Ленин, скажем, Ленин, да, он также выполнял, он был, выполнял хаббатскую функцию, вот это создавал он масонскую, жидомасонскую, собственно, хаббата, фашистско-масонскую, вот эту бланкистскую революцию, как во Франции. Ну, и Гайдар, там, Ельцин, вот это вот, Чубайс, кто ставил вот нашего сейчас этого милого лжеца, я боюсь, его сейчас называть не крошка цахи, а милого лжеца теперь, да, вот, ставил его, конечно, по свидетельству Юмашу, вот, как он в интервью Жанни Гайдар, Жанна, по-моему, Гайдар сказал, Юмашу сказал, не я, говорит, ставил Путина, оставили Чубайс и Гайдар, Ельцину рекомендовали. Вот, эти планы не приведут, пока вот к важным таким, видимым, верном эти учреждения, они не перевернут, то есть, так же это учреждение останется, но, заменим их экономическую основу. Это понятно, что учреждение все зависит, вот, как кровью снабжаются они деньгами, и вот деньгами зажимать будем неугодных, урезать в деньгах, а которые угодно будем повышать. Вот так. То есть, экономические вот эти краники мы будем пережимать, открывать, и тем самым эти руководства тех же самых учреждений будут уже работать на нас, на банкиров, то есть. Во всех странах под разными собственными наименованиями что там есть? Правительство, министерство, сенат, госсовет, законодатели исполнительной власти, и их важные функции администрирования, законодательства и исполнительства. Это исполнительные органы, как говорится, это все органы такие, которые нельзя их, как говорится, испортить или удалить вообще. Вот эти органы они должны быть, потому что это как органы в живом человеческом организме, ну нельзя вырезать и человек сразу, жизненно важные органы нельзя удалить. Голову скажем, нельзя спилить и все, дома вот эту раз сразу отрезать и все. Мы ввели в госорганизации яд либерализма, о, видите-ка, а у нас яд с 91-го года. Государство заболело разложением крови, то есть вот это вот разложение крови либерализм он под управлением вот этих денежных краников это и есть разложение крови. И ждем просто конца агонии вот этого вот России она да. Вот сейчас этот либерализм он как говорится приканчивает уже страну и мы видим каждый год все хуже и хуже. Десятый лозунг Конституции школа партийных раздоров ну вот он и сказал что у нас 50 партий зарегистрировано там больше 50 партий какие-то там больше отрезаются и остаются а на поверхности всего 12 партий это достаточно для демократии для либерализма да. А Конституция это как раз вот площадка для ее обсуждения для раздоров межпартийных раздоров. И когда вот эти раздоры уже все будут и вот здесь республиканская эра эра республики она сейчас в США пожалуйста Трамп хочет восстановить опять эту республиканскую эру после демократии но ему еще пока эти не дают либерасты не дают там местные демократы. Президент креатуры масонства и так оно так потому что Путин он масон это всем известно а масон был уже Ельцин уже он откровенно открыто вступил в масон а трибуна вот эти все значит выступления вот это телевидение гостелерадио это все трибуна это бездействие правительства она будет прикрывать это бездействие правительства вот это и говорили когда он говорит мы уже работаем этот песка песка сказав что глаза вылупил вытрусил мы уже работаем три часа работают они это языком трепет еще сейчас стало модно ну посмотрите ну посмотрите на что смотреть на то как у тебя язык во рту шевелится и при каждом ответе ну посмотрите ну посмотрите это такое слово поразит среди вот это оно выдает их вот этих масонов значит они стали не нужны то есть правительство они стали не нужны лишь марионетки так же как и медведь марионетка это как говорится воин постучать по дереву этот звук будет такой же это или по граниту постучать то же самое будет и поэтому вот они стали ненужными и уже во многих государствах эти правительства все были госпереворотами свергнуты за ненадутность потому что они все как говорится изнутри вот как он говорит партию стало трещать по швам изнутри и тогда наступила республиканская эра тогда в углове государства посадим мы свою выдвинуть креатуру медведев президенту поставим взятого из толпы нашего раба вот пожалуйста раб с Васильевского острова из-под забора вытащили и там его в квартире еврейской его поднадрочили немножко и вот он пожалуйста уже 20 лет служит масонству этому то есть хабаду вот значит ну это 120 лет назад написано выполняется какие умные эти мудрецы все низкие это тоже надо признать это это же прекрасно когда планы четко выполняются вот так бы майские указы выполнялись как эти планы или допустим планы КПСС да съезда в КПСС точно выполнялись нигде приписок бы не было ничего ни воровства ни колдовства ни убийства ничего да да вот 12 лозунг мы уже не будем церемониться взвалив ответственности за наши неправомерные антинародные действия на марионетку на президента вот так вот ну правильно он же я за все отвечаю ну и есть отход как говорится президентом назначим лицо с темным прошлым на котором будет некая Панама ну а раньше до революции Панамы называлось и носит он шляпу на Панаму да и что-то там песенка такая еврейская Панама это уголовное преступление уголовное дело ну оно такое было и мы говорили это 1441-28 такое уголовное дело оно висит еще висит в архиве есть оно висит и в любой момент его могут достать если он там отклонится не так будет его уже сегодня Песков откровенно прерывал и следующий вопрос он только начинал отклоняться Песков сразу следующий перебивал его откровенно то есть дирижер уже дирижер Песков и отсюда тоже видно что марионетка вот лицо с темным прошлым Панама да и носит он шляпу на Панаму ну эту песню я забыл а он наверное кто-то помнит наверное есть и в интернете значит а палата депутатов будет перекладывать будет прикрывать и защищать и даже как говорится в общем будет всячески его отмазывать этого президента но не дадим этой вот палате законодательного предложения и законов и изменений это будет ведомо именно нашей куклы президента и ему предоставим право объявлять военное положение у нас тоже вот он есть объявляет он военное положение или там что-то ну послать войска куда-то и как шефу всей армии и вооруженных сил и силового блока ну так у нас и есть он шеф силового блока потому что через него как через это все действует вот от организации 14 масонство законодательная сила то есть законодательной силой только обладает масонство вот они сейчас конституцию хотят повернуть потому что срок уже приближается и надо что-то подменять подкручивать чтобы либо эта марионетка осталась либо передать следующий подготовить они уже готовят эту марионетку следующую 15 значит новая республиканская конституция вот в ней должна быть гостайна присмотрена ну и соответственно да нам надо сократить страсть народа к политике то есть сначала как будет сокращен политизируем вот сейчас политизируется откровенно доводится до абсурда каждая передача она политизирована и с учетом с упором на Украину 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 мы видим все радио телевидение все Украина 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 изредка только Лукашенко 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 а все остальные там ну там просто когда там негатив мы обращаем туда вот там то хуже пожары то в Австралии какие а у нас Сибирь то это хрен с ним дальше значит страсть к политике надо умерить довести до абсурда вот эту политизацию населения чтобы народ тошнил от этой политики и дальше воззвание всенародного большинства вот он сейчас через эти обращения взывается народное большинство и впяливает там вкручивает зомбирует мозги той ложной информации ну как я говорил вчера вот что будут извилина мозга своим мусором кремлевским засиреневать вместо хлеба насущного который словесным да будет словесной помой отбросы кремлевской вот этой то что они там жуют эти бутерброды с черной кровью вот дальше увеличение неравенства а да увеличим в работе палат неравенства да а да увеличим перерыв в работе палат то есть больше праздников чтобы не собирались постоянно вот эти вот не обсуждали внутренние дела и так далее необходимые насущные дела мы введем больше праздников и перерывы в работе вот этих и верхний и нижний палат будут все больше и больше ну так оно и есть сейчас и президент может их собрать и распустить парламент в любой момент согласно конституции вот это пункты конституции уже мы сейчас рассматриваем какие у нас и есть они и есть так и в то же время значит беззаконность действия надо надо внушить нашим министрам так что они могут как бы обойти вот указы все эти майские указы все что можно это обойти мол вы не слушаете там ну как у нас сейчас и есть и министры обходят и становятся козлами как говорится которых бьют то есть ответственность президента с нашего неприкасаемого нашей фигуры вот перекладывается как на вот этих на более низкие уровни министров и так далее это хитрый ход то есть Медведев как дурачок представлен вот на него все и сыпется это сделано для того чтобы в белых как говорится Зержинский был в белых перчатках а Медведев как Ленька Пантелеев весь в крови по локоть дальше законы будут различными толкованиями ну так оно и есть как дышло и такие вот вкрутим туда винтики чтобы за эти винтики можно было и толковать как как нам надо и президент может аннулировать эти законы и даже вводить временные законы изменение конституции как бы во благо государства вот сейчас они намечают вот это очередное изменение конституции посмотрим к чему это приведет шестнадцатый лозунг переход к масонскому самодержавию у нас уже есть такие как говорится закидоны крючки сервички забрасываются в публику кто клюнет на вот это самодержавие общественное мнение в целом работает кто за восстановление царизма кто за советскую власть кто за вынос мавзолея Ленина против мавзолея Ленина и все такое прочее значит и требует значит незаметному уничтожению конституции то есть переход вот от конституционной формы мы видим что сейчас уже конституция не работает потому что работа идет по понятиям вот надо было Голунова схватить так бросить два грамма наркотиков все какой тут закон беззаконие но это нужно беззаконие сейчас секретность про которую мы говорили закрыли это дело и будут отмазывать этих людей которые совершили эти противоправные действия потихонечку будут на тормозах спускать вот семнадцатый мы измучим народы ну замучим вот до такой степени вот этими неурядицами всякими и искусственными вот этими терактами диверсиями поджогами пожарами ляпами в управление значит где-то там винтик не довернем где-то где-то что-то что-то приводилось к катастрофам жертвам людей и люди чтобы взвыли и чтобы внутренне было внутрисемейное побольше насилие поощрять будем педофилию вот и в том числе семейную и так далее и будем на всеобщее обозрение вот опускать и в том числе вот этого Соколова сейчас его нужно было сразу расстрелять а он у них мемуары пишет уже Соколов потом его тоже отмажут и запустят опять его в реку в этой своей политике книгу будет писать как надо убивать студентов и насиловать вот и так мы народ вот изведем чтобы народы это не только в одной нашей стране это касается каждой страны мира этот план он един для всех народов только мы как в других протоколах видели просто будет специфику местного населения и местную терминологию использовать да а так это общий план для всех и все народы взвоют его он поднимут голос чтобы поставили одного царя нашего вот великомудрого царя и еще что значит какие меры должны быть приняты в каждом государстве это разлады вражда голод нищета террор значит полное это все полное наше владычество и народу не давать надо передышку вплоть до того что прививать болезни и прочие козни делать иначе народы к нам не обратятся если мы их не будем постоянно давить налоги повышения там это все бесчестные дороги террор на дорогах все это должно прессовать прессовать население постоянно иначе народы к нам не обратятся воинами локальными воинами вот везде же они уже знают нам объявляют войны все вообще не будет но будут локальные войны все постоянно и тем самым будут терроризироваться все как в Украине сейчас уже народ доведет до отчаяния они уже готовы они уже поставили вот даже марионетку эту готовую Зеленского уже откровенно это считайте в микромасштабе уже выбор царя иудейского потому что Зеленский это и есть царь иудейский для Украины он уже с чего начал продажа земли ну как у нас у нас же тоже фактически царь иудейский иудушка салубянский да вот таким образом мы видим что планы сиандистских модульцов выполняются сто сорок шесть процентов правильно как говорил незабвенный вот этот вот Чуров да такой вот математик вот таким образом ну и очень приятно что вот Николай угодник Николай угодник нам показал в течение четырех часов какие бывают негодники мы это увидели как и было предсказано вот протокол сиандистских мудрецов четыре часа марионетка нам вещала хрен знает что всего доброго до новых встреч ну мудрецы не знаю как там их Бог приведет к общему знаменателю куда он их выведет потому что пути неизвестно да неисповедимы Путин Господний да всего доброго до новых встреч субтитры